всем привет сегодня я вам покажу какие ножницы появились моем арсенале у меня две пары джак вот эти ножницы с голубыми ручками это для тяжелых тканей а черные это универсальные ножницы размер 9 ножницы заказаны на маркетплейсе синими ручками стоили до 300 рублей а черные 600 не так дорого и кстати вот сейчас посмотрите как режут ножницы они не уступают я бы сказала бы авроре что я могу отметить у черных более сухой ход у синих более мягкий предлагаю измерить длину ножниц длина ножниц вместе с ручками 20 сантиметров длина лезвия семь с половиной ручки здесь достаточно большие обратите внимание что ширина ручек здесь получается 10 сантиметров а отверстие для пальцев по три черные ножницы достаточно увесистая длина ножниц 24 сантиметра лезвия 10 если раскрыть ножницы есть там внутри такая полость или выемка но она в принципе никак не мешает единственное там собирается пыль но если честно меня это не смущает ножницы мне понравились они удобные пару дней назад я ездила купила в итальянском магазине ткани себе трикотаж состав ткани это вискоза стопроцентная буду шить себе брючки с высокой талии и на резинке вообще это ножницы для тяжелых материалов а я режу тонкую ткань ими и возможно что у меня маленькие ручки посмотрите какая у меня маленькая площадь поверхности для разрезания ткани или как это было правильно сказать а вот я теперь беру другие ножницы универсальные да и здесь совершенно будет другая площадь поверхности разрезания ткани то есть я здесь режу за раз сколько сантиметров пять четыре а там я резала ну сколько сантиметров можете сравнить или это из-за того что у меня ручка маленькие и мне не подходит эти ножницы но они такие острые они такие клёвые может быть что-то другое резать имя но это реально тяжелые ткани наверное будет удобней да не знаю но мне они очень понравились из-за того что легкий легкий вот они на и острейший но я могу сказать что и черные не менее острые давайте вам немножко расскажу в общем я тут собралась шить брюки из этой вискоза я выкрыла все хорошо думаю блин хочу шить с лампасами короче чтобы у меня на бедрах были лампаса поехала купила тесьму и тесьма оказалась узкой это ладно вопрос что в том что я взяла боковые швы сшила на оверлоке да и заутюжила их на бок в принципе как обычно да но лампас это уже не пришить я пошла в шкаф у меня есть одни штаны с лампасами и я посмотрела что они там сделали как на распушивалки или какая-то не знаю специальная машина то есть они соединили две части и проложили такую строчку плоскую типа как и застил но он узкий у них почему-то дают на производстве сметок у машинки нету и они спокойно настрочили эту тесьму я капец в общем соединила это все на оверлоке заутюжила на бок и я потом не могла пришить свою тесьму в общем я психанула выпорола лампас своей и сшила обычные брюки кстати я забыла у меня же еще одни ножнички вот такие примакс это типа италия тоже заказана на marketplace и цена в районе 600 рублей я думала брать прайм но в итоге взяла такие птички длина у них девять с половиной сантиметров а тут замерю до девять с половиной сантиметров но в целом нормальные ножницы они такие для вышивки а я подумала что я буду какие-то мелкие детали подкраивать например сшила трушин трусы на распушивалке и так чик-чик например там кусочек ткани путь сверху вылезать где резинка раз по чикал короче матерь ножниц навалом и мне скоро придет посылка подставка под ножницы сделанная на заказ деревянная с ящичком мне уже прямо интересно такая вся типа натурале натурале натуральная прикольная там будет шесть дырок сверху под ножницы и ящик для мелочей будет два открытых такие ящики одни как для ручек для крючков а другой ящик будет закрытый выдвижной помимо этой подставки там еще приедет одна колодка универсальная и два утюжка я уже жду прям с нетерпением сниму обзор так что приходите еще ко мне на канал все до новых встреч